И Новый год, который проходит здесь ежегодно, сегодня снова с вами. Это повод для встречи, повод для того, чтобы друг другу улыбнуться перед Новым годом, когда все разъедутся к своим близким, к своим родным, в какие-то, может быть, дальние страны, города. И сегодня есть повод для того, чтобы сказать все то хорошее, что вы хотели сказать друг другу целый год, но, может быть, не было для этого повода. Сегодня есть повод для того, чтобы, может быть, даже извиниться перед кем-то за то, в чем мы были виноваты в прошлом году. Ну, не знаю, у каждого, наверное, к концу года происходит такая переоценка ценностей. Что мы сделали так, что мы сделали не так. И сегодня все так, да? Хорошо. Вот эта уверенность мне нравится. Я более сомневающаяся натурой, я всегда думаю, что в чем-то, наверное, где-то кого-то мог обидеть, ну, каким-то добрым словом или там ласковым взглядом, мало ли, как бывает в жизни, вы знаете. Вот. Поэтому сегодня мы собрались для того, чтобы пожелать друг другу счастья в Новом году, для того, чтобы порадоваться вместе, для того, чтобы Новый год через это препятствие наступил еще более ярким, еще более значимым для всех нас, еще более важным и еще более веселым, радостным и приносящим радость всем окружающим нас людям. Я приглашаю на сцену наших прекрасных ведущих. Это замечательный поэт и организатор литературных мероприятий Евгения Баранова. Кстати, вот она. И прекрасный прозаик, ведущий клуба, который называется «Клуб лжи». И я надеюсь, что клуб в этом, в девятнадцатом году будет и на нашей площадке тоже присутствовать, и дружить с нами. Мы говорим постоянно. Да. Ну, собственно говоря, в разных вариациях, но вот в чистом виде он еще у нас не присутствовал. Телеведущий и просто волшебный, фантастический Евгений Зулец. Спасибо, Андрей. Спасибо. С кем этим людям? Я боюсь сцены. Любите их. И, пожалуйста, участвуйте во всем, что они вам предложат. Это будет здорово. Спасибо. Люби меня, люби. А что, Андрей Горой, на любой праздник, как прощенное воскресенье начается? Ну да. И ты нас, Андрей, прости за все. Что будет происходить сегодня на сцене? Дорогой Андрей, мы не будем особенно шалить, ну так слегка. И тоже ничего неприличного зала мы не предложим, потому что сложно предлагать неприличное. Когда ты зала не видишь, и тебе настолько жарко от софитов. Тебе вариант заточек. Тебе вариант будет отдуваться. Да, тот вариант нас поддерживает. Он будет за всех отдуваться. А пока начинаем официально. Боевые товарищи и подруги. Дамы, господа, леди, джентльмены. Поэты, поэтки, литераторы и все прочие разновидности литературных мастеров. Начинаем наш литературный новогодний вечер. Ты долго готовил этот текст? Нет, ты знаешь, я просто, когда не вижу людей, а я ведь близорука, это часто, я начинаю нести все подряд. Понятно, вот Гена Калашникова, Светлана Василенко. Это очень приятно. Я не буду как слепца. Ты будешь моей овчаркой. Ты будешь моей любимой овчаркой. Хорошо, я согласен быть, наверное, твоей овчаркой. Друзья мои, на самом деле, историческое событие для нас, Евгений, как минимум. Сегодня рождается дуэт Евгерьев. Андрей мне написал, говорит, Женя, не хочешь ли ты провести новогоднюю вечер в Бугарском доме? Я говорю, ну, Андрей, конечно, от таких предложений не отказывай. Что, конечно, я очень хочу. Я всегда мечтал провести новогоднюю вечер в Бугарском доме. Пишу я Андрею. Говорит, а с кем бы ты хотел это сделать? Я говорю, пишу ему, ну, вот, например, с Евгеней Барановой. Самое пикантное в этой ситуации, что я получила аналогичное сообщение. Женя, мы так в себе нуждаемся, спасаем, вот, вечер в Бугарском доме. Нужен напарник, кого бы ты хотела? И я искренне пишу, пожалуй, Женя с улицы, он так крут с ним. Дальше, вы всегда тоже спрашивали? Ну, да. Вообще, я думал, я тебя порекомендовал. На самом деле, у нас век феминизма. Девочки тоже иногда рекомендуют мальчикам, так что вот так. Век феминизма. Феминистки, речь в зале? Ну, слава. Феминистки на первой и второй рассчитались? Порево. Ну что, ну, в общем, дуэт Евгениев. Дело в том, что мы с Евгением видимся не первый раз. Надеюсь, не последний. Да, да. И вот как-то вот в Коломенском парке. Однажды? Да, однажды. Однажды в студию на осеннюю пору. С нашими друзьями. Аня Маркина. И Андрюша Гришаев. А Андрюша Гришаев. Мы распивали виски в неположенных местах. И вдруг нас осенило, что мы с Женей идеальный дуэт. Мы просто как пили с ванной. Да мы на Литву Голупрайде выпьев-то уже было много. И в этот момент нам все казалось идеальным. Коломенский парк. И мы, и даже Андрюша Гришаев. Все казались идеальными в этот момент. Ну, Андрюша Гришаев и так. Ну, не так, да. Да, но... Мы должны быть рядом, как Слава Харченко и Саша Фиденко. Как Чапаев и Пелевин. В общем, теперь мы будем на вас тестировать наши объединительные навыки. И у вас нет выхода, потому что зал закрыт. Придется нас слушать. Да. Ну что, друзья мои. И начнем мы с итогов уходящих 2018 года. Чем запомнился вам год, друзья мои? Я периодически буду выходить в зал. Геннадий, чем вам запомнился, как-то я на вытажек пришел, уходящий? Ну, что у него было 365 дней. Хотя бы и... Уже было? У Геннадия уже было 365 дней в этом году. Я слышал прекрасный бархатный баритон Леонида Бахнова. Леонид, чем вам закончился уходящий год? Не затянусь с микрофоном, но вы вас услышали без него. Ну, я уже сказал тем, что мы с Геннадией перешли на дуэль. А, ну да. Ну, ничего, мы к концу вечера вернемся, на ты. Юлечка, голохвостая. Ты как всегда прекрасна. Чем закончился тебе этот год? Ну, закончился, запомнился. Я, наверное, до тебя доеду. А, тут у тебя собственный микрофон есть. Давайте проверим, работает ли. Работает. Я даже вижу Юлю, она попрескивает. Да, вот она. Мне этот... Вот. Эта женщина запомнилась мне на весь год и на всю жизнь, по-моему, уже. Марш и запомнился. Он запомнился Марш. Так. Просто Марию Вадутину нельзя не запомнить. Да. Женя, а вот теперь чем закончился уходящий год? Ну, учитывая, что я тебя по-прежнему... Ну, и что ж такое-то? Все закончилось. Ну, год у меня еще не закончился. Я надеюсь, что... Ну, год у меня еще не закончился. Я надеюсь, что... Да, в ближайшие 3-4 дня произойдет что-нибудь такое, ну, что перечеркнет все прошедшее и проложит дорогу в будущее. Так что год у меня не закончился. Я еще не знала, что будет самым... Ну, клячь, а запомнил зачем? Ну, я впервые ездила в Минск как переводчик. Это было интересно. Ну, да, в Минск как переводчик. Это так было. Никто не понимает, что переводит. Правильную страну выбрали. Туда даже я бы съездил как переводчик. Ну, а куда еще? Своими-то навыками перевода только в Минск. Горяча, давайте сыграем для подведения итогов года в простую игру. Я буду задавать некое утверждение. И если оно к вам относится, вы громко, желательно, громко говорите «это я» и поднимаете руку. А я к тебе спущусь, потому что... Давай, давай, давай. Ну, давайте, например, кто бросил курить в уходящем году? Я два раза. Аня, а ты курила? Ой. Я подтверждаю. Аня, кстати, тоже была. Вы сказали, что они были в Коломенском парке? Аня, да. Из-за меня ничего бы не вышло. Аня, а как тебе удалось... Вот я знаю, что многих не получается. Как тебе удалось бросить курить? А у меня это вышло как-то совсем несложно. Я просто дела и бросила. Вот, представляешь? Бывает так. Евгений Кнора, философ, между прочим. Евгений, а вы курите? Я не курю, могу сказать, чем я помню с 18-й год. Тем более, вам это будет приятно. Евгений, сначала. Видишь, интеллектуальный уровень наш, как оценивают, да? Запомнился чемпионатом футболу. Раз. И тем, что я занял первое-второе место в клубе лжи, не так давно. Да, это правда. Евгений пришел впервые в клубе лжи, куда мы всех приглашаем, друзья мои. Рассказал совершенно фантастическую историю, и получил больше всех конфет. Пришел один, за него голосовали люди, которые били Евгения многие первый раз. Молодец. Спасибо вам. Евгений. Это была минутка рекламы? Да. Хорошо, а кто бросил пить? Это мы просто уже переходим к неформальной части, а наскоро надо понимать. Кто? Вот, вот, бывают же, бывают люди. Есть люди, которые бросают пить, друзья мои. Так, и скажите, каким образом, как вам это удалось? Или не так, как у зодчика? Сейчас пить, два не пьют. Зачем вы это сделали? Я думаю, не пью, уже лет десять. Это не считается. Ну, это с ровно считается, ничего себе. Это было в прошлом году. Ну, в этом году. Значит, юбилей. Три года. Интересно. Хорошо, давайте продолжим. У кого в этом году вышла книга? Меня. О, спасибо. Женя, ну что ты испытал? Ну, что ты не увидел? Еще раз, еще раз, еще раз. Дарья, Дарья Бабалева, ну расскажи, когда им вышла книга, какие тебе создавал эмоции? Сложно сказать, я была на задаче. Я сама твоя книжка не пугает? Нет. Нет. Меня вообще очень сложно напугать. Все-таки, для писать такую книжку, надо быть смелочным. У кого вышла публикация? А Юля, Юля, ты тоже говорил про книжку. Да, Юля тоже, давай. Да, Юля, скажи, что ты чувствовала, когда мы все пришли на твою презентацию? Ну, это счастье. Наконец-то правильная ответа. Ты стояла на сцене Булгаковского дома, меняла платье. Это было по обду. Это было прекрасно. Тоже вы? Да, добрый вечер. У меня вышла книжка вторая. Ну, по сути, первая, по самом деле. Потому что первая выходила в 20-20 годах. Это, наверное, очень серьезная книжка. Называется «Вонтаж, все исправят». Я сейчас очень активно обсуждаю тут литературные периодики, критики. Есть разные мнения. Есть мнения по поводу критиков уже даже. Так что в целом интересно. А вы сами по цвету сели? Да, конечно. Конечно. А у меня тут Дана Курская. Она хочет сказать про книжку. Да, у нее много вышло книжек. Дана, давай. Теперь минутка рекламы. Изначально стеклограф. У меня в этом году вышло 28 книг. Многодетная мама, мать-героиня, венчает на царство Дану Курскую. И одна своя. Я хотела сказать, да, 28 — это рекорд, но не все из них Данины. Дана выходит в темноту, а мы продолжаем наш вечер. Ну, быстренько заканчиваем. У кого вышла публикация в толстом журнале? А можно так делать? Да, да, да. А у кого в нетолстом? В тоненьком, в интернет. Кто публикуется на стихире, в конце концов? У кого родился ребенок? Есть люди, у кого пополнение в семье в этом году? Что, никто не поднимает руку? Друзья мои, ну вы что? Президент говорит вам и говорит про то, что... Просто поэты размножаются сборниками, а прозарики, соответственно, публикациями. Некогда? Понятно, понятно. Ну тогда про внука я спрашивать не буду. Хорошо, мне кажется, что подвели мы. Хватит уже с уходящим годом. Все, короче, хорошее забираем с собой, все плохое оставляем в этих 365 днях. И Евгения, теперь слово. Слово, естественно, мне, потому что кто же будет этот стрёмный текст зачитывать? Вообще-то мы решили извлечь полезный опыт из кактабельских фестивалей и добавить вам немножко экспромта. В общем так, поэты, прозарики и те, кто им сочувствует, берите ручку, смартфон, листочек. Значит, тема прозаического экспромта. Подчеркиваю, прозаического. У вас будет где-то около получаса, может чуть больше. Экспромт это то, что вы должны прям здесь, знаете, придумать и написать. А не знаю, что такое экспромт. Прожесательный. Так вот, тема такая. Как я встретил Булгакова. Записывайте. Это для прозаиков. Для прозаиков. Подчеркиваю, тема прозаического экспромта. Как я встретил Булгакова. Два абзаца на полстраницы не больше. Тысяча знаков. Тысяча знаков, да. Так, хорошо. Но поэты тоже не обойдены нашим вниманием. И у нас для вас есть тема поэтического экспромта. Я думаю, поэт ее оценит. Я лично работала на этой теме. Тема такая. И немедленно выпил. Подъем две страфы, не больше. Ну да. Да? Что не успеют, да. Итак, это будет в конце вечера. Вот у вас есть минут 40, да, 50 на то, чтобы написать... Ну как пойдет, но дарить. Да, да. Написать эти экспромты. И дальше у нас много призов. Очень много. Вот видите, это все призы. Спасибо издательству «Русские тексты». И лично Даниэлю Орлову, который не долетел тяжеление сегодня. Но очень хочется с вами побывать. Хорошо. Ну что же, мы обещали викторинные конкурсы. И вот сейчас... Скажите, кто знает, какой год наступает? Год свиньи. Год свиньи. Можно вас спросить на сцену? Кто еще знает про год свиньи? Нам нужно не пробоиться. А записался ли ты на нашу викторинку? Аня, ты знаешь, что год свиньи наступает? Выходи, пожалуйста. Ань, давай сюда. Это не подстава. Так, вы тоже знаете, да, про год свиньи? Походите, пожалуйста. Так, уже четыре человека есть. Если есть, вот один еще прям сильно желает. Мы до шести добьем. Кто-нибудь поднимайтесь к нам сюда. Не, не хотите? Вы участвует. Хорошо, но как только захотите. Ну, как только захотите. Ну, проинтый обедом. Прекрасно. Зачем вам выходить на сцену? Так, ну, достаточно. На, Ася, давай, выходи. Ася, давай, давай. К тому же, между прочим, вот многие говорят. Год свиньи. Ася, выходи, выходи. Год свиньи, а я одет как в год быка. Вы знаете, от кого, кем я одет? У меня есть личный кутюрье. Собственно, она сейчас видит на сцену. Собственно, она и выиграет в этом конкурсе. Это Ася Аксенова. Джилет Корольев от Аси Аксеновой. Да, на мир. Все, отлично. У нас есть группа смелых людей. Не очень обширная, но достаточно. Начинаем? Да, итак, начинаем. Сейчас мы будем вам задавать вопросы. Будет по три варианта ответа. Значит, будем слушать. И тот, кто дает неправильный ответ, тот выбывает. Ну, давай начну я, да. Первый вопрос. Итак, друзья мои. Какой, думаю, все выяснили, что год свиньи. Кстати, кто уточнит, какой свиньи? Желтый. А кто еще уточнит? Желтый. А еще кто уточнит? Вот сразу видно, что все христиане, никто не знает. Желтый, земляной свиньи. Правильный ответ. Но это не значит. Ты не провоцируешь не давать ответа вообще, что он не уходится. Все, а теперь первый вопрос. И три варианта ответа. Какой это по счету знак зодиака? Первый, шестой, двенадцатый. Один из этих ответов правильно делал подсказку. Ну, вы просто наугад. Ну, решайте. Что вы, значит, один, шестой. Ну, собственно, только Аня Маркин дал. Тогда ладно, тогда, хорошо. Тогда я меняю правила. Кто не дал неправильный ответ, они остаются. Ну, просто у Ани одно очко. Давай, если на чем. Вопрос в Анголе. Я специально для тебя этот вопрос. Какого героя «Игры престолов» убил «Дикий вепрь» Станиса Баратеона, Роберта Баратеона, Эдарта Старка? Ну да, кто за Станисом Баратеона? Итак, какого героя «Игры престолов» убил «Дикий вепрь» Станис Баратеона? Поднимите руку. Кто за Станисом? Никто. Кто за Роберта Баратеона? Никто. Кто за Эдарта Старка? Значит, за Роберта Баратеона. Давайте еще раз. Все, но сейчас у нас остается. Станис Баратеона, кто поднимите руку, кто за него голосует? Раз, два, три. Тут один ответ правильный. Можно наугад. Можно не волноваться. Роберт Баратеона. Аня за Роберта Баратеона. И за Эдарта Старка. Ну, отлично. У Ани второе очко. Ты знаешь, что... Это, конечно, так, как будто мы не слили вопросы. Вы правда этого не слили? Причем слили еще в Коломенском парке. Вместе с низких бокалов. Для чего нужен свинье пятачок? Первый вариант ответа. Чтобы лучше нюхать. Вопрос с подвохом. Второй вариант. Рыхлить землю. Третий вариант ответа. Для согревания морды на холоде. Итак, для чего нужен свинье пятачок? Многие сейчас в зале обиделись, не обижайтесь. Чтобы лучше нюхать, рыхлить землю для согревания морды на холоде. Подумайте. Я читаю, как Ганя. Так, чтобы лучше нюхать. Кто? Раз, два, три. Никто. Рыхлить землю. Кто голосует? Видимо, да. Света, дирам. Многу для согревания морды, а то есть никто. И это... Правильно. Рыхлить землю для поиска корма. Так, ну, во-первых, всем снова здравствуйте. У вас по первому очку, у Ани, третий балл. 3-1, Ани, Маркет, третий. Следующий вопрос начать был я, да? Да, давай. Вопрос, честно говоря, ставящий лично меня в тупик, но на нем настаивал Евгений, а человек гуманный. Зачитываю. Просто вопрос по моему любимому герою. Ну, оно и видно. Зачитываю. Как зовут младшего брата свинки Пеппы? Вариант ответа. Чарльз, Альберт, Джош. Джош. Итак, кто, голосуй за Чарльза, поднимите его. Кто за Чарльза? Никто. Кто за Альберт? Кто за Джорджа? Явно оплачивали подписку на канал, выпускающий музыки. Это правильный ответ. А, ну, скажите, вы так хорошо сразу сказали Джорджа. Это тоже ваш любимый персонаж, и снимка Пеппы? Ну, конечно, вообще, Материн про свинку Пеппу, вот это как раз уровень моего высокого цвета образования. Ну, вот, мы вот уже. Так что, говоря, мы тут свинка Пеппы. А свинки Пеппы? Особенно как все вечера, так точно свинка Пеппа, а одна коллективная. Следующий вопрос. Пока у нас следует Анна Маркина. Догоняйте, догоняйте, Ася. Догоняй. Я в твоем жилете. Чьей нагрудной эмблемой являлся Белый Кабан? Карла Великого, Фридриха Барбаросса, Ричарда Третьего. Чьей нагрудной эмблемой являлся Белый Кабан? Карла Великого, Фридриха Барбаросса, Ричарда Третьего. Итак, голосуем. Кто за Карла Великого? Я. Так. Так. Кто за Фридриха Барбаросса? Ну и с Анатолием за Ричарда Третьего никого не осталось. А зря вы так Ричарда Третьего приложили, господа. Он, между прочим, обладатель этого герба. Да. Но именно у Ричарда Третьего был белый каван. Никто не получает бал за этот в этом туре. Следующий вопрос. На гербе… Умны все интеллектуальнее к следующим вопросам. На гербе какого города изображена голова дикого кавана? Камбов? Кдальск? Рыльск? На гербе какого города изображена голова дикого кавана. Камбов, Кдальск, Рыльск. Почему ты смотришь на меня? Я не знаю. Я ответ никому не подскажу. Поэтому, ребята, голосуем. Кто за Камбов? Молчат. А кто за Кдальск? А кто за Рыльск? Правильно! Это правильный ответ. Действительно, на гербе какого города Рыльска изображаются дикие каваны. Так, вы догоняете Аню. У Ани три балла, у вас два и у вас по одному. И у нас осталось три вопроса. Кто озвучил пятачка в советском мультфильме про мини-пуха? Клара Румянова. Ия Савина. Сергей Безруков. Итак, кто за Клару Румянову? Голосуем. Спасибо. Кто за Ия Савина? И за Сергея Безруков. Никто. И голосуем за Сергея Безрукова. Это редкий случай, когда никто не выбрал Сергея Безрукова. Ну, тот редкий случай, когда это был не он. И это была Ия Савина. Молодцы. Так, кто за Ия Савина голосовал? Вы голосовали, у вас первое очко. Кто же? А вы за Клару Румянову, да? Ну, значит, у вас четыре-три, у вас такая главная борьба развивается. И у нас осталось два вопроса. Какая или честная сторона? Да какая уже разница? Какая часть свиньи лучше всего подходит для шашлыка? Шейка, корейка, вырезка? Кровожатый вопрос. Да, как разводу свиньи не очень. Какая часть свиньи лучше всего подходит для шашлыка? Это такой балл Каннибалов. Кто за шейку? Спасибо. Кто за корейку? А, кстати, вы знаете корейка? Какая часть? Да, не учили, только сорок. Спинная. Спинная часть. И вырезка. Кто за вырезку? Это поясничная часть. Ну что же, а правильный ответ и мнение? Честно говоря, мне вам тут пишут, что шейка, но мне кажется, сложным выбрать лучшую часть шашлыка. Для шашлыка лучшая часть – это шейка. Я тебе как главный шашлыщик. Ну, значит, нам протеста, мы соберемся с Анной Май и будем готовить вкус. Да. Значит, вы голосовали за шейку, а кто еще за шейку голосовал? А. Ага, все, тогда вы догоняете Аню. Четыре-четыре. У вас два, и у вас тоже два правильных ответа. А корейцы за корейку все. Корейцы за корейку. Корейцы за собаку. Они за собаку. Лучший человек из шашлыка – собака, говорят корейцы. И последний вопрос. Сюжет трех поросят восходит к английский фольклор, немецкий фольклор, французский фольклор. 35% вероятности того, что вы угадаете. Итак, кто за английский? Кто за немецкий? А кто поддерживает французов? Франкофобы собрались? Странно хотели. Ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф-нуф. Частей желанный французский язык. Но правильный ответ – английский фольклор. И на последних секундах Алацус выбивает победу у Анны Маркиной. Ну, мы наградим, наверное. Мы наградим Азея, просто потому, что нам хочется кого-нибудь наградить. Итак, друзья мои. Это приятно. Здравствуйте. Давай. Ну, мне кажется, что мы можем наградить также, ну, во-первых, победителя. Алла, вы получаете. Подождите, подождите, у меня еще сборничек какой-то. Да, да. Ну, ладно. А, ну, Маркину. И за участие, за участие всех участников также, подарками от изнательства «Русский текст». Спасибо. Давайте поглупуем этим смелым людям, которые говорят в одиннадцатом. И теперь они готовы к году свиньи, так же, как и вы, знаете все, что нужно знать про свиньи. Спасибо. Особенно про шашлык. Да, особенно про зимний, новогодний шашлык. Ну, что? Мне кажется, Евгений, что пиджер Гулгака с художником и чтение – это неправильно. Конечно, неправильно. Да. Хотя многие меня подговаривали, мол, пойдем мы к ним читать не будем. Но мы знаем, что их душа… Что? Одно другому мешает? Да, совершенно не мешает одно другому. Поэтому сейчас мы объявляем экспромтные, внезапные, короткие, я подчеркиваю, чтения на рождественскую тему. Предлагаю трем-четырем авторам, у которых есть поэтический текст, желательно не длинный, на тему Рождества подняться к нам и прочитать их. Каждый читает, естественно, по одному тексту. Итак, друзья мои, у кого есть тексты на рождественскую тему, не стесняйтесь, вы можете сейчас выйти на оборудовую сцену Булгаковского дома и прочее… Тем более у нас классные подарки. …секровавения про Рождества. Гера, у тебя есть? Я узнал, что его душа есть. Герман Ласов, пожалуйста. Герман Ласов, у-ху. Да-да-да, Рождество. Рождество, да. Все-таки, ну, где зима там, Рождество? Женя, а давайте этим людям время дать их в смартфоне, не скажем, что они делают. Ну, вот как раз Герман угодит, а вы пока, друзья мои, да, уроки вспомнить, найти, тут готовить. Это ведь не сложно. Я вот верю в Яну, например. Я чувствую, что у нее есть. Они мне сказали… Грустный текст. Грустный текст – то, что нужно. Не стесняйтесь, давайте. Нам нужно дарить книги всем. Хорошо, Герман? Ну что, Герман, тогда… Итак, Герман Ласов начинает наши рождественские четыре. Да, спасибо большое, я только не ожидал. Об этом дарим. Вся прелесть. Да, это последнее ситворение и написано на Рождество. В рождество был теплым даже снег. И делание напитки подогретым, Печного дыма ситцевый побег, От лета уходящий прямо к лету, По вертикали в коботе слоясь, От тех земель, где говорящие птицы, Петвями прорастал в живую связь, Где связи нет, и растворились лица. В одно лицо теплом согрет, А вина топилась печь, И к небу к павиной, От края красных болотных глин До области, где выделяют глину сознанием. Рождество порос цветок, И теплый снег, и дым, Сулят удачи, Если ветер дует на восток, Ребенок за стеной почти не плачет. Спасибо. Так, Германа Блазов. Гена, нашлась, нехторена? Отлично. Так, мы приглашаем нас. Яна, я в тебя верила, давай. Так, Гена. О, действительно, никого не видно. Масковное небо, затянута корочкой льда, Клопнет ее ветер, из рамки сочится вода, Не мерцает звезда, и волхвы интеллтация у кассы. Дерутимное время, задумчиво тянешь лью, Нам осталось неделя, Свою потоптать к лью. В супермаркете куда? Каждый стул завезли ананасы. Мы твои одиночки, Мы сами в себе смелье. Мы доставим нам бокалы, Мы будем крошить оливье, Запокоим в подарки, В таблетках чистых посудей. Становимся в дух, Пусть на елке мерцает она, Пусть мерцает она, Это завтра уйдешь от окна, Чтобы мы мгновились И сами поверили в чем. Спасибо. Леонид Хрустюков, Последний шпион, Я читал этот роман, Очень рекомендую. Так, и Гера. Гера, у нас есть суровый мужчина на обложке, Она тебе подойдет. Мне кажется, ты знаешь этого сурового мужчину, Владимира Шпакова. Итак, есть у кого-то еще? Кто тут смелый ищет? Ну не дай господа. Есть. 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 Пост Нового года. Можно? Можно. Если это связано с Рождеством, Да пожалуйста. Как раз после Нового года. Идет. Идет. Не снег, А так. Крупа. Ей ледяной туман в довесок, Гирлянды из-за занавесок Еще мерцают, Уступать по норым будням не желая. Но, слава Богу, кончен зал. Какой-то пьяница припал К стене столетнего сарая. И кто из них чему опорой Так сразу не определишь? Сова в когтях проносит мышь. Ни мелодрамы, ни позора В природе нет. Лишь человек, Балбес, садист, нарциссы, хлюпик, Все ищет к вечной жизни ключ, Не поднимая, впрочем, век. А снег все сыплется и стучит. Что в грязи под ногами хлюпа. Спасибо. Спасибо. И вот вам тоже подарок Наступающему Новому году. Так, ну что же. У нас сегодня будет еще чтение. Дальше тему мы объявим. Да, мы не прекращаем эту тему чтения, Потому что иначе Букаковский нас не поймет. А сейчас мы переходим к модному слову интерактив, Который очень любит Женя Сурис. Я его ненавижу на самом деле. Ну, знаешь, корпоратив еще хуже. Согласен. Поэтому ты растив, кто автор. Такой детсадовский, очень простенький конкурс, с целью сбыток накопившихся подарков и веселения собравшихся. Я буду читать фрагментик из известного текста с Фианом Глазимовым. Жень, ты так красиво выглядишь. Я вот из зала только. Вот, спасибо. Это очень приятно. Фантастически. Ради тебя я и работаю. И особенно, когда ты ходишь, это очень красиво. Ну, я всех зли. У меня был опыт работы учителем. Когда учитель ходит, это всех зли. Так, читаем. В общем, я читаю «Городники отрывок». Кто первый догадается назвать имя автора, того Евгений Сурис вытаскивает на сына и награждает его чем-нибудь. Да, может быть, я не вытаскиваю, а так же. А может, я награждаю. Возьму, поймаю и награжу. Да, он такой. Поймает и наградит. Зачитываю. Снег идет, снег идет, Белым звездочкам в буране Тянутся цветы и рани За оконный переплет. Сергей Нянки, это правильный, конечно же, ответ и вам, Владимир Шпагов. Пастернак. Ни луны, ни собачьего лая, Вдалеке, в стороне, в пустыре, Подержись в моей жизни, удалая, Я еще не навек постарела. Ну, смелый. Супер, ты смелый. Да, конечно же, Сергей, не съемер. Ведите себя как в садике, сразу заявляйте о своих правах. И я поверила, что есть прохладный снег И синяя купе для тех, кто нищий, болен. И санок маленький, такой неверный век Под звоны древних далеких колоколин. Отмахнем, махнем. Правильно, кто сказал? Асяш, Асяша. Ася, молодец. Правильно ответил. Годолаз был анбрион. Я прокинут в темных струях И вновь вдыхаю, не любя Забытый сон о поцелуях О снежных вьюгок в круг тебя. Кутенков. Номер. Ну, похоже. Щер возьми. Ну, Керочка. Король. Нет, опять мимо. Ну теперь пошли соревноваться в остроумии. Нет, не Король. Нет. Конечно же. Как нет? Нет, не Бальмут. Я не Бальмут. Я другой, еще не ведомый избранник. Давай подарки. Да, даю подарок. А мы объявляем следующее чтение. Да, следующее чтение. Мы ждем опять лихих и смелых добровольцев. Чтение на животную тему. Свиньи, собаки, кошки. Да что угодно. В плоте сороками. Рынки. Про губки, если у кого есть. Что-то можно прочитать. Да, все, что хотите. Да, Дарья, у тебя есть. Отлично. Я верю. Вы пойдете на сцену, мы вам рады. Я верю. У тебя на сцену, мы вам рады. Какие-то фантастические твари должны тебя чувствовать. Ты тогда либо вылела, автором культового романа «Вьюрки» «Самые страшные книги на свете». Да, иди ищи. Ты такая красивая, иди, иди на сцену, и там ищи. Будем тобой любоваться, пока ты ищешь. А кто-то, может быть, уже нашел? Неужели вы ни разу не писали про свою кошечку или собачку или что там у вас? Я бы тебе даже помогал. Нет. Помнишь, как вы играли в «Капустники» здесь с тобой? Брата и сестру. И я помню. Ну, там как смелые и веселые. Я вот Гришу Горного вижу и чувствую, что он точно писал про животных. Ну, а учитывая, что… Учитывая, что здесь ползала феминисток, можно. Ты можешь рискнуть, Гер. Гера нашел. Давай, Гера, тоже выходи. Это был бенефис Геры Власова. Гер, давай на сцену. Просто он очень любит книжки. Собирает, собирает себе коллекцию. Из «Булгаха» свои книжки не ухожу. Гена, Гена Калашникова, у тебя ведь точно было про животных? Ты ведь любишь животных. У тебя глаза, которые любят животных. Есть про катакаши. Про катакаши? Да, отлично, отлично. Я хотел тебе помочь подняться. Это Тиретов? Итак, они ищут, они ищут. Слушай, Женя, а если мы попросим и про Зариков что-нибудь короткое сказать? Ведь они тоже могут сказать. Про Зариков лучше не давать слова. Ты думаешь потом не согнать? Да. Ну можно попробовать рискнуть. Мне вот кажется, Слава Харченко может сказать про кота. Только коротко. Давай. Давай. Хочем, да? А, вот, Слава Харченко, еще и стишками балуется. Да. Лети, мой кот, в далекие края. Туда, куда... Слава Харченко! Слава Харченко! Да. Туда, куда не чуть улетаю я. Где край земли, где ракумены шиш... Лети вперед, летающий малыш! Межзвездные готовые корабли, На старте моторы завели, Прогрели, и теперь, куда не кинь, Полета ждет ночного неба синь. А я сижу и плакаю в окно! Мне в шлеме полетать не суждено. Я слишком стар, углюм не одинок, не выдержит мне стартовый рывок. Молодец! Держи шпаковку. Такой переборчивый у нас мальчик на утренний. Давай-давай, конечно, Гера Власов. Вот как раз правильно. Называется «Изи коту-хачника». Что глядишь, моя тоска, грусть непарного носка. Хрупкий шар висит на ёлке, нитка тоньшего носка. Очевидно, я не кот, и так взирать на этот плод. Нить для плоти утешения, сникла дуф, наоборот. Шар стеклянный выдувал, трубочку крутил, сжимал, чтобы люди любовались, видя творческий финал. Ты не подходи сюда, в миске свежая вода. Корма харчника оставил презрятно, как всегда. Наблюдая со стороны, слушая, как пекут блины, нашу ёлочку не трогай. В грусти нет твоей вины. Вспомни, август, как ловил, ты мышей из лужи пил. Рыжий бомбр келевья валит. Ты воспитаннее был. Всё. Отлично. Спасибо, Гера Власов. Нашла, нашла свой текст. Текст. Да, Гера, подожди, давай ещё тебя наградим какой-нибудь штучкой. Вот, держи. Хороший. Всё. 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 Илья Петрович подобрал на улице нечто маленькое, серый мастер. Нечто ела, что дают, играла в мяч. Поскуривала то жалобно, то радостно. Но отчего-то очень не нравилась жене Ильи Петровича. В минуты гнева она хватала нечто и бежала с ним в уборную. Утоплю, угрозила она, занося нечто над ревущим унитазом. Илья Петрович, Юляя унижаясь, забирал питомца и давал всякие клятвы, обещал дары. Нечто дрожало и пряталось у него на груди. Нечто быстро росло, разбушалось, глаза у него были красивого рубинового цвета. Илья Петрович привык к их сверлящему бессловесной любовью взгляду. А потом, однажды, он не успел. Мгновение назад казалось, что все хорошо. И вот уже разъяренная жена тащила нечто в уборную, как упирающегося теленка на коню. Хлопнула дверь, зашумел смиф. Настречу Илье Петровичу, представлявшему себе всевозможные ужасы, вышло в одиночестве нечто. И отправилась мыть лапы, потому что было очень чистоплодным. Жены нигде не было. Только бриллиантовая сережка, гвоздик, очередной дар хвистела на дне унитаза. Вот и хорошо, облегченно вздохнул Илья Петрович. Вот и славно. И пошел на кухню готовить гречку с мясом. Вечна всегда ела ее с аппетитом. Илья Петрович. Илья Петрович. Илья Петрович. Спасибо. Нина Павлович. Нина Калашников. Я помню твою mêmes девятнодорсику. Какая есть? Хорошо. Так. Вот так. Готовься мифанам? Нет. У меня есть стихотворение про кузнечка, но оно очень длинное, гораздо больше самого кузнечка, поэтому я про жука прочитаю. И, конечно, это тоже не совсем про жука, это стихи про слово, но слово ведь тоже как животное, оно живет как-то своими законами. Ладно, как жука из коробки достаю очередное слово, с усиками суффиксов, рогами приставок, золотым хитиновым корнем, горломутровым окончанием. По всем законам физики оно не может летать и все же взлетает, оставляя стремительный рощер и гудит, и жужжит, и стрекочет. От берега летит до формозы, совершая метаморфозы, во мрак спивается шутихую, хвостатой, царапиной, цикадою, цитатой, светящиеся петли этих странствий, загадочные каналы марсианских, и не сгорает, не сгорает, вовсю горя. Как Фед сказал, а жаль того огня, все остановится, все перестанет длиться, а оно все будет летать, трепетать, светиться. На самом деле я больше пишу про птичек, но у меня есть единственное стихотворение про кошку. Я его нашла. Называется кошка. Я кошка, конечно же кошка, но что-то во мне от собаки. Я кофе цыжу понемножку, а чай отставает несладкий. Я клеточкой каждой москвичка, от прежней Москвы только небо. Хожу по земле по привычке и думаю, крылья бы мне бы. Стать ангелом вовсе не вышло, и все из-за лишнего веса. Ну что ж, на карнизах и крышах для кисы достаточно места. Мне нравится там, где повыше, где сверху заглянешь в окошко. Пусть думают, будто не вижу, что думают, будто я кошка. Спасибо, Ава. Не уходите без книжки. Сейчас я не пахну вам слово. Да, спасибо. Спасибо. Ну я тоже прочитаю, пожалуй, стих после Гены. Стих одного. Да, я тоже люблю там некоторые птиц, животных и других рыб. Есть их. Да. Засрали голуби-балкон. Я вас люблю сильнее, чем он. Ведь у него, да, у него нет голубя ни одного. Он птицам и зверям не друг. Он мирных карасей и щук коварно ловит на крючок, как он расчетно. И жесток. Он не способен на любовь. Пусть он волнует вашу кровь. Но у него было семь жен. И вот циризмом поражен. Его оружие ложь и лесть. Им обесчещенных не счесть. Женище верное, притом его остерегает. Дом. Он алкоголик и садист. Он педерас и пессимист. А вы глядите на него, как будто хочется чего-то. Как вы не можете понять. Он завлекает вас в кровать. О, низость. Прочь, кошмарный сон. Засрали голуби-балкон. Засрали голуби-балкон. Пожалуйста, книжечку выберите себе. И все, последнее в этом блоке чтений. Александр Феденко просит уже давно. Но у нас будут еще темы, так что будет в основном цели. Добрый вечер. Белый кролик забрался на самку. Яростно забился во фрикциях. Самка кролика в это время наблюдала за парой богомолов, только что влюбившихся друг в друга. Потому не удивилась. Лишь рассеянно подмахивал, размышляя о своем, о женском. Испытав благостную дрожь оплодотворения, самка кролика похотливо улыбнулась, откусила голову богомолу и заковыляла прочь. «Сука!» — крикнула ей вслед самка богомола. «Какая же ты сука!» «От суки слышу, не оборачиваясь», ответила самка кролика и ушла. Самка богомола и белый кролик остались вдвоем. Это была минутка депрессивного оплодотворения. «Саша, вернись!» «Саша, вернись!» «Вернись!» «Шпаков, есть у тебя?» «Есть!» «Так, ну иди сюда сам, выбери свои книжки, которые у тебя нет». «А мы переходим к следующей части». «Да, самка?» «Да, ну какая новогодняя вечеринка без игры в фарты?» «Есть ли смелый человек, который готов сыграть со мной фарты?» «Я бы не решилась». «Да? Хорошо, хорошо. А если я тебя тоже увидел, ну давайте, Алла, вытаскивайте тогда любой фарты, вам его придется выполнить. Показать животное, птицу или рыбу. А мы должны отгадать. Просим на сцену. Вам нужно показать либо птицу, либо животное, либо рыбу. Кстати, заметь, как фарт лег в тему чтений. Просто как будто было так и задумано. Читали про животных, а теперь животное нужно показать. Алла, выходите. Если фарт вам достается совсем, который вы не можете выполнить, вы можете попросить помощь зала, и вот кто-то может вам поможет. Ну что, микрофон вам не понадобится. То есть это по принципу игры крокодил. Вы должны показать, а мы должны отгадать. И пока вы не отгадаете, Алла, вы совсем не выйдете. Бабочка. Бабочка. Птичка. Бабочка. Так да, бабочка правильно. Кто первый сказал, бабочка? Антон. Антон. А я вот уже хотела его на сиренном фанты вовлечь. А, отойдите на грани. Алла Арцес, которая не побоялась первой сыграть. Фанты, да, Алла? И книжка с меня. С меня книжка. Какая? Жень, слушай, а когда мы подойдем с твоей синей шляпкой к Антону Васецкому. Я вот чувствую, что ему нужен фант. Да, показывай, да. Да, 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 да. Да, он же там бабочку отгадал. Да, он же загадал. За это надо ответить. Хорошо. Так, да, я все помню, помню. Мы понимаем, что мы мучаем болезненного человека. Я чувствую, да, я чувствую, что вырвал себе могилу. Ну, что проделаешь? Загадать загадку. Загадать загадку. Может, и прямо даже с места. Напоминаю, что если тогда не очень сложная, то можно попросить кого-то из зала, помощь зала. Если у вас есть вот такие друзья, которые помогут вам выйти из этой веки. Сложная ситуация, то можно идти в Москву. Итак, вы сами или попросите в помощь зала? Можно мне? Да, вы пока подумайте. Ася, а вот тогда твой ход. Это спейс-фон. Показать без слов какую-то известную картинку или кино. Или кино. Ну, точно. Известную картину или кино. Можно взять себе в команду каких-нибудь пару людей, если на них сможешь. Итак, а мы должны отгадать. Либо кино известное, либо картина. Опять же, по принципу игры. Крокодил, то есть без слов. Любительница абсента. Да. Браво, браво, браво. Ася, не уходи. И на у столика выбирай любую книжку. Ася, я не знаю, почему я это отгадала. Это говоришь, какая моего образа жизни. Ты тоже можешь себе взять. Ой, нет, мило. Наконец-то. Так, пока Ася уберет, Антон, готовы? Нет. Я себе... Ну, может, тогда попросим помочь Залову? Нет, не знаю, что вы это делаете. То есть, а кто готов помочь Антонову и загадать загадку за него? Ну, просто вот такой хороший человек, у которого есть загадка. Аня, выручай. Аня, Маркин. У тебя же есть загадка? Ингений, сгадайте нам философскую загадку, чтобы мы думали. Вот, Мария Батутина знает много веселых загадок. А некоторые из них думают в Булгаковском доме уже несколько лет и не могут найти ответ. Мария, вам слово. Два конца, два конца. Ты сходи, нет, Костя. Что же это такое? Ну, где вы? Мне кажется, это как-то коррелирует с докладом Саши Федренко. Что-то в этом есть. Выводы однополый брак. Да, это... Выводы однополый брак. Херня какая-то говорят. Я считаю, что нужно вручить книгу версии однополый брак. Ну, да, и Мария Батутина признала, что это правильный ответ. Ну, что же, Андрей. Видите, как он долго книжку выбирает? Получше, пытаясь выбрать. Я пытаюсь. Дальше, эко выбор. Ну, что, не провести ли нам дальше кто автор? Да, провести, но сразу книжки отдай людям. Да, давай, не бойся. Так это все, Андрюша на выбор одну. Ну, все, пойдем дальше. Так, что у нас дальше? А дальше у нас опять кто автор? И вы сейчас все опять отгадаете и получите остаток книжек. А когда загорится звезда, Отключив электричество в доме, Согреваю дыханием ладоней, И шепчу, не беда, не беда, И гляжу, умираю в окно, На поля безупречного снега, Хоть бы чьи-то следы, Человек или зверя, Не все ли одно? Кто это? Да, сложнее стало. Ну вот так, какая кишина в зале. Давайте послушаем эту кишину. Как тих, булгаковский дом. Ты читаешь? А Евгения Баранова читает стихи. Слушай, а может быть, кто-то у вас подсказки выбрал? Давай. Урал. Урал. Мертвый Урал. Рыжий, Стаска. Рыжий. Правильно. Да, точно. Андрей пошел во вкус. Андрей, какой, как... Стоп, 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 это Антонов видел. Как Антонов видел? Это был Антон. Это был подарок Антону. Я все вижу. Меня не обмануть. Ах, кто не любит первый снег В замерзших руслах тихих рек В полях, в сиренях и в бару Слегка гудящим на метру В деревне празднуют дожинки На иногормой летят снежинки И весь с нестящимся снегу Лось замирает на бегу На отдаленном берегу Из окна Вот как я сейчас пошептал Рубцов какой-то Он самый, он самый Николай Рубцов Так, продолжаем Не сегодня, а завтра Растает снег Ты лежишь один Под огромной шубой Правильно, даже дочитывать Не буду собирать Молодец, Ася, молодец Вот, пока Женя выбирает Следующий Пункт Нет, нет, нет Это слишком Следующий пункт вообще всем известен Поэтому вы его быстро отгадаете И я рекомендую тем, у кого нет книжек Насторожиться и всех опередить А у дома нет книжек Да, вообще Можете заткнуть эту пустоту Эту печаль Нас заткнуть нашими произведениями И стали с вами Новая Русский текст А, русский текст Ну, бывает Сейчас на ловке кает в Питере Ну, ничего Главное, что дыкает не здесь Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве В эту пору разгул пикертоном И себя достигаешь в любом естестве По небрежности отисков оном За такие открытия не требуют узды Тишина по всему околотку Сколько света набилось в осколок звезды На ночь глядя Как беженцев плотку Плотку? Нет Мы там мертвым в основном Нет 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 Сколько вариантов? Правильно Да Вот еще одна белка Вот сейчас был диалог двух белок Да, это был диалог двух белок Как вы видите, я белкам шутков обсуживала Ну нет, ну как Ну Олег Барнов единственный сказал Так что все честно Олег, я тебе подаю книжку Которая здесь в единственном экземпляре Значит хорошая книжка Те, как много книжек, сами понимаете А если одна осталась, значит хорошая Некрасно Так А теперь фанты? А теперь фанты Или еще блок текстов нет? Давайте экспромты А экспромты? Вы уже готовы с экспромтами? Да Экспромты будут через десять минут Сейчас я предлагаю вот эти тексты Может, это фанты есть? Да, давай, попытаемся Да Мы помянули чемпионат мира по футболу И решили, а вдруг за эти поэтов Притаились спортивные фанаты Спортивные личности Или просто создатели текстов о спорте Поэтому тема такая Мы болеем за один и тот же клуб Сплин Если у кого-то есть спортивная тематика Милости просим Итак, да, любое стихотворение На спортивную тематику Если у кого-то есть, то пожалуйста Вот сейчас есть возможность выйти на сцену Булгаковского дома, друзья мои Сюда вообще просто так не пускают Только за большие заслуги А у вас сейчас есть возможность Даже если у вас заслуг нет Взять и выйти А уж тем более Так О, да, есть у нас желающие Битрикасен, пожалуйста Так Это не совсем спорт Ты вообще не стих? Совсем не спорт Отличный метод пиара Сосед на верхнем этаже Выращивает бегемота Ну, привыкли мы уже Такт, опыт Это ли забота? Вот снизу Держит птицу дрель Она поет такие дрели Что даже те, кто после стрельб От этих песен озверели Мы тоже иногда шумим Нам жаргуются, кто смелее Но в гости ходят только к ним У нас тарантовы и змеи Книжечка Книжечка любая Вы даже помогали их таскать Вот не зря таскали Одну, видите, усвоили Не все же так и не тянет свои ножки У вас есть, да? А, Горнов Вау, мне надо Надо увидеть В разделе «Спорт» Ну, давай Очень старое стихотворение Звучит Могут их казнить За поражение На том же поле Завтра расстрелять И потому, матч Лучшая тема Того с крестами С кожей тени Совсем еще Молодики хребят Вот взгляд случайный Чьей-нибудь жены Туман набился Ватой в колокольню И на пол неба Скрипнет чья-то дверь Это все мы здесь Разобщены Какой-то тьмой Хотя единой кровью Судьбой Святыней Памятью Но где Опять идет Троянская война Ни Кастер не узнает Ни Полукс Именно Поэтому Футбол Главнейшая деталь Велетина И время Трансформируется В голос Когда Славяне забывают голову Игорь Не уходите из книжки Выбирайте любую Так А вот Просто те Кто еще не читал Хочется послышать Николай Жуков Пожалуйста Просим вас Торель называется Теннис и шарик Рассужая Спокойно Трезво Не напишешь Красивый строк Пасхитительно Шарик Трезвость Если только Хороший друг Как он скажет Ну прям Олененок И по нраву ему Вращения И не хватит мне Сейчас Селенок И найду для него Выражение Легок Быстро И красив В полете Ну какой же он молодец Вы наверное У меня Поймете И нашусь как дитя Хотя И отец Спасибо Ася Николай Пожалуйста Книжку Выбирайте Есть у Аланцис Но если вдруг у кого-то Кто еще не читал Есть текст Проспорт Ну даже если вы читали И хотите Проспорт Глянусь Раз Два Антон Давайте Наконец-то Мы сподвигнули Васецкого Хотя для него Специальная тема Заготовлена Дженни мне говорил Что вот если Антон Прочитает То вечер удаст Так Добрый вечер Друзья Лети Вперед Велосипед По магистралям Не только счастья В жизни нет Но и печали А интонация Лишь есть одна Да звуки Пока несешь Благую весть Ломая руки Перегоняя Словно медь Злой ток По венам Ведь стоит только Замереться Непременно Все оборвется Ни в попад Ни в такт Ни в меру И мы с тобою Так сказать Тому примеру Спасибо А то А если не уходите Без книжки У меня уже есть Ну может другую Нет все Возьмите книг много Так Пожалуйста Олег Бабенов Представитель группировки Белков Кедов Мы собственно со всеми Белками познакомились Анна Маркина у нас Почти вывела Виталию Евгения Баранова Джен Ведет Вечер И Олег Баринов Багментон в темноте Ранней осенью Лето уходит в запас Адидасовских треников Тоже лампас не вполне Но почти генеральский С полусотни сажений Вонзается в глаз Проливавшая кровь за геройский рассказ А и горской И первой И германской Так за красками жизни Собравшись в магаз Под одупленной ухрой Находишь каркас Всесоюзного цирка Для психов Провалившись в зловонное Вечное Час Давишь-давишь По капле По крапельке Джаз Нас немая Нет нас Нас немая Нет нас На Мугачевской Мыт не чистит Контрабас А я рыба Приехал Прыхов Я мишей Ким Чен Ын Запускай хренотей Тыры-пыры Опять в горминтон В темноте Не видать Ни судьи Ни валана И соперник не тот И ракетки не те И не то и не те И не то и не те И не то и не те И не светит по ходу Илана Валерий Кнам Не уходи без книжки Прибери Так Ну и любая Алацис Да Алацис Там уже С текстом Здесь прям Присел уже Да Как-то мне Сразу понравилось Уходить на эту сцену Извините Пожалуйста Не ради книжки А ради поэзии единой Сетворение называется Лыжник Между двух мостов Между двух постов Давно забытый Переврал Где намертво Скреплен Засов Полусевший Дамбе Старый Ржавый Где даже время Вмерзло в лед Где его к ясеню кренится Пересекает Лыжник В лед Земли Условную границу Он машет палками чудак Да так Как будто это крылья Так может он летать Мастак Пока снега Кругу крылья Он изучал Секретный код Сверяя версии Прочтений Как грамотно Втянуть живот Согнуть Дорожащие колени Его движения Важны Он машет Палками Уперто Нанизаны на нить Лыжные его Соперников Когорты Но эти попросту скользят И хоть коньковый Влево Вправо Его Выхватывает Взгляд На фоне Старой Переправы Он не взлетел На этот раз Хотя казалось бы А жалко Из-за кромов Всех Лыжных пас Ему достались Только пасы Семало А вас Семало Вы другую Ну ничего Нам от всего этого надо избавиться Вы не переживайте Вы дело благое делаете Освобождайте Захрома булгаковского дома От скопившихся текстов Книг Вы издательств Русский текст И Сейчас Лыкает Мне даже жалко Дарю Которую я сердечно не люблю Друзья Глупый вопрос, конечно Но а кто любит выпить? Как-то Леонид еще сразу на вас посмотрел Чисто случайно Нет, только нашли уже от своих крестинников в зале Поэтому сейчас вопрос именно к тем, кто не крестинник Вы не любите? Вот, пожалуйста, выходите Выходите сюда Но нам же еще несколько человек Нам нужно несколько Азика, задавайте, пожалуйста Азика, задавайте Да выходите Что? Ну, конечно Я поэтому и вот вам Помогаю в вашей скромности преодолеть себя Так Отлично Азика, можно еще Можно еще, друзья мои Я же знаю Не стесняйтесь Откуда делся Олег Баг Давай по-настоящему Уже выпивают Где-то там Да Стоящие Удивоги Ну как, Шулька? Я тебя видела Иди сюда к нам А я за ЗОЖ вообще Ну вот давай Не один за ЗОЖ За ЗОЖ Иди сюда ЗОЖ Иди к нам И Лена Семенова Ну что, все? Нет Нет, нет Нет, нет, нет немного Все будет хорошо Может еще пару человек, друзья мои Чем больше, тем лучше Знаете, особенно хороши такие, кто любит интеллектуально выгти Ну как я, я больше пишу, чем пью Ну он не намекает, что я там раньше себя любит, любит просто не Хорошо, да, я как раз наоборот намекаю, что могут разные Все, отлично, выходите, конечно Итак, друзья мои Игра очень простая Игра называется Давайте только встанем Вот, ну, так, чтобы было понятно, кто за кем стоит Кто, вчера за кем может Итак, правила очень простые Друзья мои, сейчас я правила рассказываю Это важный момент Называется Этот интерактив Как любит говорить Евгения Джо Баранова Аукцион алкогольных напитков Нужно по очереди называть «вида алкоголя» Только не бренды С брендами будем играть Ну вот это «вида алкоголя» Повторяться нельзя Выиграть тот, кто он зовет последним После уже никому ничего в голову не придет Давай с вас начнем «Пивандрий» Сразу видно, что у человека личное отношение с этим На «вы» У него и имя есть Может быть, не на «ты», но с именем «Пивандрий» Красиво, спасибо «Чача» «Чача» Кстати, «Пивандрий» был еще у греха шумеров Знаете, как назывался? «Пивандрий» Пивандрий Почти «Сикаро» А чаще Наш любимый грузинский напиток из винограда Мощно зашел Слава Харченко с «Чачи» Ну давайте, пиво верхового брожения «Островной» «Пивандрий» «Пивандрий» «Простите, верхового брожения» «Островной» «Нас отдыхали» «Ну просто виски» «Постите, если мы сейчас будем в «островной»» «Виски» «Олимпабинов» «Виски» «Зерновой не седает» «Выдержит на полугольчиков» «Пивс» «Просто бальзам на мое сердце» «Скальничество» «Островной» 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 Портвейн, только один. Португальский. В Крыму, прости, Кашин, Евгений, но Портвейн — это проименование, контролируемое по происхождению, только долина реки Дуэра в Португалии. Порта, Портвейн, засчитывай. Ракия. Ракия. Балканский, турецкий, замечательный ракия. Бальзам Бугульмарос. Бальзам. Настойный на 24 травах, растущих там, где Роман и Фома, два кентавра-пунтанта с пёсами и головами, варили суп из головы смелого татарского. Качайте, качайте. В битве с талафитами под углубой. Я смотрю, я рад, и сам, например, Портвейнский. Прекрасно, смотрите, Портвейнский, полугар. Полугар. Вот, кстати, друзья, мы все горнимся водкой. Это, конечно, может быть и правильно, хотя я, честно говоря, небольшой любитель этого. А вот раньше у нас был полугар, чудесный напиток, который родился практически как виски, только не выдерживается. Полугар. Пусть будет, как я. Я думаю, опять скажет, кихичала, конь, спирт. Спирт. Но пусть будет спирт, хорошо. В Нижневартовске отлично идёт. Джин. Джин. Вот уже Ася назвала виски. Виски – это напиток всегда был английской аристократии. А вот люди попроще пили джин. Даже Грибчикова есть стройки, я пью джин как будто кухарку. Очень точно отметил Борис Борисович. Знаешь, мы же живём, и мы, пожалуйста, Андрей. Литовские мидусы пятидесятиградостные. Это не совсем водка, потому что это крепче и на миду. Медовый литовский напиток. Мидус. Ну, в общем, я зачитаю это как мидовуху. Ну, сейчас мы мидус. Нет, мидовуха она учитывала. Всё, мидовый по-разному. У древних словен была крепкая мидовуха. Получаю, это записывают защиту как мидовуху. А у меня тут Босецкий. Да, да, мы сейчас не подойдём. Тут, Женя, самое интересное, что тут есть очередь. Напиток крепкий волжской зоне. Знаешь, что это другое? Нормальный напиток. Витал какой-то, что-то. Но как самую весёлую версию. Джин был. Джин был. Флорик. Флорик за коньяк. Ну, если говорить, коньяк был. Да. Был. Ром, ром. Чё ещё пьют? Ром. 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 Пиратские напитки ещё делаются. Да. Из рома. Из сахарного праздника. Херес. Херес, слушай, ты пошла. У тебя какая-то тактика. Бордо, Херес. А Херес делается, опять же, не в Крыму, а в Испании. Это он специально на больные мозоли сейчас наступает. Про Херес. Тогда давайте Куба Либра. Ром с Кока-Колой. Это коктейль. Мне подойдёт. Паленка. Паленку, ладно. Паленку засчитаем. Замечательная венгерская напитка. Обожаю. Эль был. Был. Граппо. Граппо. Вы так кратки сейчас. Граппо. Я бы сказал, что это краппо. Граппо. Хорошо. Граппо защитывает. Итальянская напитка из винограда. Шампанское. Шампанское защитывает. Вино-то было? А вино просто не было. Вы начали с Кимандрин. Ты вина Сим. Надо повышать, потихоньку. Апсцент. Апсцента не было. Как слаза от славы повеяла. Паверлен, Артюр Рембо, топовые браки. Франция Апсцент. Ты капляши, я каплю. Нижний Ватерс. Нижний Ватерс не туда. Да, ну, нам хорошо. Малага. Что это такое? Собственно, сладкое десертное вино испанское. Малага. Мне кажется, что это не отдельный вино. Не готов засчитывать. Хорошо. Кашаса. Кашаса засчитаю. Бразильский ром. Кашаса отдельно. Редкие, кстати, им часто выигрывают. Трубевые настойки. Настойки. Все, все, настойки. Настойки засчитывают. Сливовица. Сливовица засчитывает. Уза. Уза засчитываем. Греческая, огнистая. Грень. Многим не нравится, а многим очень хорошо. Лоза вауча. Это тот же самый самогон, как раки, но из винограда чистого. Лоза. Ты где делаешь? В Черномунии, в Сербии. Засчитываем лозы. Засчитываем. Да, ну, нет, нет. Кого я спрашиваю? Да, ну, добрый души человек. Если я работал на первой литературном телевидении, то добрейший души человек. Засчитывает. Боярочник. Настойки. Все, настойки. Румы. Комыс. Ну, нет. То, что мы... Ну, нет. Ну, нет. Ну, нет. Ну, давайте то, что дети мне продаются, знаешь, алкогольный напиток, который... Текила. Текила. О, была текила. Боярочник. Текила и что делать? Из Агавы. Из Агавы. Из Агавы. Любимая российская злобей. На самом деле, делается из Голубой Агавы. Санбука. Ты будешь личный такой, личный ведущий Антон Россенко. А то, к сожалению, это бренд. Линкер. Да, Линкер их не было. Сидор. Сидор, вот. А вот смотрите, они стоят рядом. У тебя что? А, у тебя нет. Все нормально. Как-то у него нет. Сидор, сидор. Бальзам. Бальзам тут. Ой, ну, не надо. Я считаю. Бренди? Бренди не было. Вот, друзья, был коньяк, а бренди не было. А бренди — это любой виноградный снят, сделанный в любой части земли. А коньяк — это бренди из региона коньяк на юг-западе. Франция только там делается коньяк на ивнованиях, и тролируем по представителям. Так же, как Порда и Херес. А Кальвадос? Ты сейчас на Кавкебель наехал? Вот, Кальвадос. Вот. То, что я хотела сказать, для этого, вон был красивый сейчас распасовочек Сидор, а если Сидор дважды переняет и закатает дубовую бочечку, то через три года-то получит... Кальвадос? Кальвадос, который так любили герои Рима. В Лютвине? Нет, ну это уже из алкоголя, я не могу. Шампанское. Шампанское было. Было. Соклица. Что? Соклица — это польские наливки, 50-грайзные. А мне, например... Все, наливки. А наливки были? Наливки были, я не могу. Настойки. Наливок не было. Наливку тоже кто-то вызывал? Я на стойке. Наливку тоже была. Наливку тоже была. Да, и кто-то наливку вызывал. Была наливка? Нет. Не было. Не было? Окей, все. Хорошо, наливку зачем? Физикеровка. Брэнт. Хорошая. Илюня, скажи, водка. Да, скажи. Водки. А водки не было? Не было. Ну что же вы к ним панды? Водка не назвали. Значит так, сейчас у меня это выскочило с головы, но это типа Хеллисон, но это клинский напиток совершенно офигительный, это женский коньяк. Нет, все, вылетел из зала, к тому же не могу засчитать. Раз, два, три. Я могу помочь в зал. Три. Нет, нет, ну с сожалению, надо просто заканчивать конкурс. Уже пора. Спасибо большое. Поклопаем. Елена Семеновна. Это бренд. Раз, два, три. Прошу прощения. Мискаль. Ну да, это отдельная штука, тоже из Мексико, тоже из Голубой Агавы, но сильно отдельный вид алкоголя. Мискаль, за счет. Еще писку есть. Контрол. Бренд. Брага. Брага. Брага? Ну все, что забродило. Винок, его тоже брага. Не могу засчитать сыжение брагу. Так отдельный напиток не могу. Раз, два, три. Спасибо. Роман Лобосяцкий. Ну фруктовые вина типа Санкри. А где? Нет, ну Санкри. Ну Сакетер да. Сакетер, Сакетер не подскоришь. Шнапс. Шнапса не было. Мадейра. Мадейра не было. Порта была, Хелисбург, Мадейра с острова Мадейра. И собственно с настоящей Мадейра можно дважды пересечь экватор, так она и появилась, и лучшие сорта дорогие Мадейры до сих пор дважды возят через экватор. Они думают, что от этого что-то меняется. Кумыс. Кумыс уже называли. Я не засчитал. Я не засчитал. Ну не важно. Да, ну я не засчитал. Хорошо. Раз. Брака была? Была, но я не засчитал. Раз, два, три. Ася, спасибо большое, но ты красивый выгляжешь. Позвольте на Альцах все там, похлопайте. А драки была? Не, была. А, нет, драки была. Раз, два, три. Спасибо, Леонид. Так. Ну, три тополя, да. Прекрасный, прекрасный советский портфель. Ужасный. Нет, к сожалению, не могу засчитать. Брэнт. Как это? Брэнт. 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 Тоже не продадут детей. Ча-ча. Ча-ча была? Была. Раз. Два. Ну, пусть будет китайская водка с дракончиком. Отдельная совершенно. Как называется? А? Как называется? В смысле, ВИТ как называется? Ну, как это? ВИТ алкоголь называется. Ну, точно не помню. Все? Да, ну не могу засчитать, просто слова не надо. Спасибо. Ну, ваш абвакеты криманы красиво, дашьwill. Дошёл до практически полу, финала. Отдельная ollut. Анастасия. Векселя призбу и золочин ее все равно то, что неезоб UH. Мочного. Раз. М researching. Оформист сало. İло яжник. Верму. Верму, да, защитивай. Анархивин. Расскажите про это. А монгольская молочная водка. Да, это правда, это светофельный напиток. Готовься. Новогодний напиток. Раз. Романьяк. Романьяк, друзья мои, между прочим, самый древний крепкий напиток Европы. Появился на 150 лет раньше коньяка. Это совершенно другая часть Франции, там делают романьяк. И там еще технология отличается, другие сорта винограда, в общем, совсем другой вид. Романьяк засчитывай. Пенон-де-Шарант. Специфичный вид крепленного вина, получаемый закреплением коньячными спиртами. Это правда. Да. Пенон-де-Шарант, это всегда отдельная штука. Я как-то играл с французами. Давайте всегда позакончим конкурс, пусть они доиграли. А потом мы... Слава, ну твоя версия. Нет? Подожди, Слава, но ты серебро. Ты серебро, возьми книжку. И, кстати, Фивандри, где ты? Фивандри, куда ты исчез? Как, кстати, вас зовут? Фивандри. Костя. Кстати, тоже книжку выберите, все-таки у нас бронзовая. Да, бронзовая. Придем. И выбирает Андрей. Андрей, выбирайте себе две книжки. Как выберите. Ну давайте быстренько, если у кого-то есть что назвать. Что? Орак. 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 Это шампанское. Орак. 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 Орак уже назвали. Шампанское. Мартини. Каби. 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 Каба. Вот такая вот дважная. Орак. И манчила. Манчил. И манчил. Взять еще миски не назвали. Так, ребят, у нас миска не превращается. И пульки, да. Аный еще доказал своим богатом. Но все, у нас осталось не так много времени. У нас его вообще не осталось, поэтому... Да, я предлагаю сделать смежные чтения, потому что у нас все стянулось. В общем, тема была такая. Дружба крепкая не сломается. Она была посвящена анимаргене. Но потом я немножко подумала и решила объединить ее с темой «Переломный момент». Она касается Антона Васецкого. Заметь, они сидят рядом и оделись, как одна команда. Так что если у вас есть текст на тему верной дружбы или на тему «Как вы изменили свою жизнь или сломали ногу», идите на сцену. Или текст «Как вы изменили». Это другая история. Наверное. Итак, еще раз тему. «Переломный момент» или «Дружба крепкая не сломается». Две темы в одном. Вот так вот. Две темы в одном. Может быть, что освещена только одна тема у вас. Текстовоим, я знаю, чтобы было и то, и другое. Итак, «Дружба крепкая не сломается» или «Переломный момент». У меня, как любое стихотворение про «Переломный момент», друзья мои. Я, ты куда? Они уходят туда, откуда никто не возвращается. Итак, раз, два, три. По-моему, Дмитрий, мне кажется, вы что-то нашли, нет? Про ноги? Да, отлично. Так, про ноги. Стихотворение про ноги. Ну, пока наш автор забывает буквы, у нас есть предложение, ой, соцсовещание происходит. В кипящем масле жарил курицу, точнее две ее ноги, смотрел задумчиво на улицу, на сумерки густой пурги, лопаткой ловкою орудуя, солил и перчил свой обед. Казалось, что всегда пребуду я здесь, где есть газ, вода и свет. Пытливо вилкой куру трогая, прибавил синего огня. И только тень ее безногая смотрела, сколько на меня. Отлично. Я тебе кажется, бери книжечку, книжечку, книжечку. Ну а что, про дружбу, Лето, не хочешь сказать про дружбу? Я про перелом. Не про перелом, давай. Давай, Елена Семеновна. Сломай. Давай, давай. Ну, видимо, переломный момент. 7 декабря, мой день рождения был. Мне 7 декабря вполз на кухню декабрас, на свои иголки нанизал колготки. Вообще гордился тем, что среди разных форм и тел ценят стать селедки. Выпил весь рассол и квас, и остатки водки. Плавал в раковине брас, сон, ну хоть кино такие. И сказал в местечке гас, муча в лапах четки. Он красировал не раз, воскресая, как каркас, на грудях красотки. Вот сидит он декабрас, не постриг бородки. Источает дикий пас, прогрызает глоб колбас. Впрочем, если не таясь, вступит в половую связь, нежный он и кроткий. Вот такой переломный стихот. И она, спасибо большое, выбирай себе подарочек. А мне говорят, что у Юли Белохосовой есть стихотворение про дружбу. Ну, у меня есть у Кирилочки. Ну, тогда просто иди сюда, ну, пожалуйста. Ну, просто, на секундочку. Ну, на секундочку, пожалуйста. Просто пройдись. Просто пройдись еще раз. Когда я сейчас эту штуку не жду? А у Юли есть текст про дружбу с яблоками, например? Ну, тогда просто пожелай всем. Пожелай всем счастья. Ну, ты же дружишь с нами. Поэтому она перформация все равно про дружбу. Я буду тебя держать за раз. Чтобы не ушла случайно. Я не ухожу, не буду отстать туда. Эта ночь меняет только год. Время года остается прежним. Время быть стеснительным и нежным От того, что сбудется вот-вот. Время доставать черновики, Чтобы их подставить к снегопаду. А потом уж набело, как надо, Не меняя ни одной строки, В синем небе рыжая курма. Сладкого мороженого солнца. И в душе так. Сладко отдается. Время года прежнее. Зима. То есть про перелом. Да, действительно, про перелом. Спасибо. Спасибо, моя хорошая, что ты сделала. Ты украсила эту систему. Книжка, да. Книжка, книжка для него. Шпак Волгин есть. Специально здесь нет. Забрали Волгина. Волгина нет. А Шпакова хочешь? Я здесь Шпакова. Все. Так, хорошо. А хочешь Германа Садулаева? Так, давай. У вас есть? Да? Да. Да, давайте. Ну, свяжем, собственно, про настоящий перелом. Про такую технику. Вот взял его на болевой, я без черта, тратата и опаски. Теперь хочешь плачь, а хочешь бой, но разорву тебе я связки. Как ты уверен и миссист, как ты объемен и накачен. А я такой идеалист, что даже взгляд в очочках прячу. А я такой интеллигент, краснеющий при слове шума, что стыдно упустить момент, и мне поры не нахлопать. С пеленок знает гопота, что без ботаника жить скучно, что без ботана жизнь не та. Любой ботаник лучше груши. Тебя я понимаю, друг. И все же, пользуясь моментом, прошу, не расцепляя рук, не трогай друг интеллигента. Все экспромтники, и прозавики, и поэты, идите к нам. Просто поднимайтесь сюда и читайте. Казал будет вам аплодировать. И преградших у нас нет. Напоминаю, что у прозаиков тема «Как я встретил Булгакова», а у поэтов… И немедленно выпил. Точно. Не запомнила эту строчку. Как я могла не запомнить эту строчку? Вот их как много. Напоминаю, ограничение для прозаиков – это ну два за одну сто знаков. Почему сто? Тысяча знаков. Тысяча знаков. Для поэтов – две страфы. Ну что же, начнем. Евгений Икнорвен, философ. А у нас Тахмарченко влядь. Я не знаю, насколько я философ. Но воображение, поскольку у меня очень такое слабенькое, я пишу всегда правду. И вот сейчас тоже написал правду. Как-то раз я пришел в гости Михаила Фанасьевича Булгакову. Но его почему-то не было дома. Зато в его квартире вокруг стола сидели многочисленные знаки таки его произведений. С тех пор я регулярно, раз в месяц, приходил в гости к Михаилу Афанасьевичу. Но так почему-то его и не встретил. Очень хорошо. Спасибо, Евгений Иклоро. Антон Васецкий. У меня тоже правда. Кто не хочет шампанского человечи в доме выпить в Булгаковском в этот вечер, сколько я за кулисами их искал, но, царапнув меня взглядом хищной, выпи. Сумя свылил остатки к себе в бокал и немедленно выпил. Мне понравилось. Спасибо, Антон Васецкий. Анна Маркина. У меня получилось совмещение двух тем, потому что Антон сидел рядом весь вечер, не мог на меня не повлиять своим переломом. Год, конечно, был неровен. Все ломались не по-детски. Рученьку разбил Васецкий, Плахов ноженьку погнул. Черт и что, вскипел коровина и немедленно взбухнул. Так, Анна Маркина. Из арт-группы Булгаков-Кедахи. Алла Арцис. Мам, я из континума выпал и немедленно выпил. Встал возле стенки, где выпил, и отчаянно выпил. Долго стебались амегы в толстостерном стакане. Чтобы я выпил, да что? Пейте сами. Алла Арцис. И следующий участник. Которую я называю. Зависим. Знают еще люди. Может быть, там еще вот... Да, мы их тоже назовем так. И кстати, пожалуйста, не улыблено. Не улыблено Константин, но в общем... А фамилия... Корнеев. Корнеев. Да, ну замечательно. Да, все-таки теперь я запомню. Константин Корнеев! Выпил немедленно, И чувства распали все мои. На тишину и иную веру в свою страну. Сказка всем сирым урок, Курс на вершки, корешки. Классик не смог, А я смог Выпить за петушки. Герман Ласов. Не первый раз у меня сегодня на сцене. Скромный поэт Гера Ласов. И немедленно выпил, И вытер скупую слезу. И сказал на иврите, Я тоже лечу на грозу. Проживал здесь Булгаков, Игелый взнузданный хряк, Чал по полю из маков, И месяц светился как знак. И в кровавом подбое Андрей выходил покурить. Мы спросили, Коровы, все игры, А будем ли? Юлия Белохвостова. Юлия Белохвостова. Наконец-то. Наконец-то. Спросила прохожего, Где здесь Булгаковский дом? Он был за углом, Где висит шоколадница в импел. Он взвыкнул в ответ С неподвижным стеклянным зрачком. И немедленно выпил. И не, где-то Али Калашников. Ну я тоже все поправьте, Случай ее жизни больше. Я ехал на трамвае, Я ехал на трамвае, И из вагона выпал, Чтоб бред не повторилось, Немедленно я выпал. На лодке в море водки Поднял я гал и выпал. Потом упал я в море, И тут же его выпал. Я ехал на трамвае, Али Калашников. Чтоб бред не видела, Али Калашников. Никто не видел моей жены. Я много о ней пишу, Но никто ее не видел. Вот думают, что у него за жена. Наверное, ходит по ранжей. Держит у нее в черном теле. А на самом деле, Моя жена выступала в ООН, Брала интервью Далай-Ламы, Участвовала в революционных событиях Парижа, И встречала Булгакова. Я, честно говоря, И долго не верил, Пока сам не встретил Булгакова. Он выходил в моем огноле В сопровождении черного кота, Поднеся глаза моноколи. Я подошел к Михаилу Михайловичу И спросил который час. Он молча прошел мимо меня, Даже не улыбнувшись. Миша Лавканченко и Татьяна Фирстова. Татьяна, просим вас. Добрый вечер. У меня здесь знают два человека. Инна Николашникова и Анеча. Теперь знают все. Татьяна Фирстова. Татьяна Фирстова. Стих неравен стиху. Я кропал и кропел. Навалил я уху. Навалил я и ел. Все, кто трезвый, правы. Я же водки купил. И немедленно вы. И немедленно пил. Спасибо. Татьяна Фирстова. Замы, Новый год. Новый год. Давайте не выбирать. Поведителей. Просто все старались. Все были классными. Давайте наградим всех. Спасибо большое, что для того же наши книжки остались. Да дело, наши новости. Поэтому, пожалуйста, разбирайте. Любую книжку, которая вам понравится. Диск. Вы можете взять себе на память. И сегодняшний вечер у Гракова с Курдой. Замы, мы идем уже совсем в завершение. Но прежде чем в завершение, я хотел передать слово Сергею Костырко и немножко про журнализал, про важный проект для всех, мне кажется, здесь присутствующих. Несколько слов сказать важных. Тем, кто меня не знает, значит, я Сергей Костырко, куратор этого проекта и тот, который пытается журнализовать вернуть в сеть. Но я сразу скажу вам, я не содействую, потому что мы тоже посидели все, послушали, потом очень много произносили всяких слов, Мартинни, или прочее. Я представляю, как в Сбраде уже выдачный сок, а у людей столько наслушались, поэтому я не буду ничего сейчас долго говорить, просто я хочу сказать, вот я здесь есть так. Если кому интересно то, что мы сейчас делаем, а мы сейчас уже делаем новый проект в журнальный зал, он будет немножечко отличаться, ну даже не немножечко, значительно отличаться от предыдущего, хотя все, что было в предыдущем проекте, все будет продолжаться. Вот что мы делаем, как мы делаем, как мы намерены сделать, так. Вот мы сейчас там будем выпивать, запусывать, я там буду, у меня запомните сейчас, пожалуйста. У меня слегковатка, когда-нибудь так, вот ориентируйтесь на эти предметы. Я честно все вам расскажу и так далее. Если кому захочется помочь, потому что проблема сейчас простая, нужная, где-нибудь для того, чтобы запустить. Опять я здесь, я здесь, плюс есть сеть, плюс есть сайт Планета.ру, где выпишем. Это гораздо проще, если кто захочет перевести деньги, хоть прямо сейчас нет проблем, зайдите на Facebook, группа журнализата, там висят все объявления, все адреса, и так далее, все очень просто. А так, если кому что-то интересно узнать про журнальный зал или как-то проще, я здесь и готов соответствовать. Всем спасибо за терпение. Вер, если наступать в вашем месте. Сергей, спасибо вам большое, на самом деле, за то дело, которое вы делаете. Журнальный зал для нас всех, для меня лично, очень важен. И хотел бы, чтобы проект сохранился в новом виде. Нюансы, я думаю, чтобы в журнальному залу быть. Давайте поможем. Ну что же, Дед Кирик, вот перед самым финалом, я бы еще предполагал слово. А теперь перед самым финалом? Да, ага. Вредим, король, чтобы он всех поблагодарил. Слушай, а давай его чуть позже выясним. Чуть позже, конечно, давай. Выясним позже. Женщина, когда что-то решает, она все согласит. Я рада. Что такое, не знаю. У нас сейчас непростая задача. Демократически и свободно выбрать Деда Мороза и Старомычка. Да, друзья мои. Для того, чтобы прежде чем перейти к неформальному общению, как люди говорят, они ухватят. Которому вы уже перешли, почему? Да, многие уже перешли, а мы-то еще нет. И мы завидуем вам. Мы-то еще нет. Нам нужен Дед Мороз и Снегурочка. Вот поэтому, чтобы упростить процесс. Может быть, кто-то просто скажет, я готов. Бабе, да? А где? Бабе, да? Бабе, да, он почти костюм не нужен. Половина костюма, и он на лице. Да, половина костюма. Ну такой, сладок Лаус, конечно. Не русский, да. Мороз, сладок Лаус. Кто еще хочет посредством? И, кто хочет с Олегом Бабном в паре побыть Снегурочкой? Я, Бабочку. Ну почему? Можно выкрутить. Вот, вот, вот. А ты хотела мужчину с Снегурочкой? У нас толерантное общество. У вас, да? Я рад, что мы шли мы с Снегурочкой. Ну, прежде чем там. У Деда Мороза нет. Подожди, он должен свою речь сказать. А, речь он рассказал. Да, у Деда Мороза есть 60 секунд, чтобы обосновать свою политическую программу. Чтобы поддержать для канадской границы. Почему он так хорош у Ли Деда Мороза? Ты засечешь время, а я отдам тиграм. У меня есть какие-то врача, говорят, кто поможет, кто выйдет. Автомоген твоя программа. Примерно так и было с выбором ведущих в Бугаковском. Так всегда происходит. Да, сразу помоги, пожалуйста, а потом впахиваем почти 12 часов с Женей. Итак, 60 секунд каждый день. Итак, 60 секунд на программу Деда Мороза. Вычинай. Дорогие детишки, в наступающем 2019 году я обещаю, что все вы будете вести себя хорошо, а все те, кто как вы будете вести себя хорошо, мы со снегурочками проведем коллекционные действия. И вообще, во многих странах вместе с Дедом Морозом ходят всякие разные страшные существа. И даже есть черный Санта-Клаус, который наказывает. И даже есть черный Санта-Клаус. А со мной ходят прекрасная, замечательная, невероятная миловидная снегурочка. Вот, поэтому я обещаю вам все самые лучшие подарки, если вы за меня проголосуете. Это будут... Ложился, 60 секунд. Ложился. 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 Олег Валерий. Ну что ты, товарищ? Сейчас я приведу. Снегурочка. Снегурочка? Не лишай Снегурочка. Право, на самом деле. Снегурочка, Снегурочка. Как это называется? У 2060 секунд. Толерантное общество. Да, толерантное общество. Чтобы ответить на очень важный вопрос из детского мультфильма. Какой-то. Евгений, засекаете. А. Вопрос такой. Расскажи, Снегурочка, где была? Я была в Париже, была в Германии, в Берлине была. Я объездила все закрытые города России, и поэтому Новый год будет у вас, по-моему, замечательный. Потому что я была. А у прозвала Райкова? А у прозвала Райкова? А у прозвала Райкова? А у прозвала? А у прозвала Райкова, с прозву у нас сложнее. Да. Что самое интересное, что она была в Берлине, когда я была в Париже. Каких европейских журналов в лицах? А, и на Сахалине было. Вот на Сахалине, я желаю все-таки литераторам, на Сахалине там в Анадре реже посещать. И посещать только добровольно, только добровольно. Поменьше ссылок, как говорит Гугл. Там даже есть мыс Елизаветы, поэтому в честь меня. За мыс Елизаветы. Снегурочка, думаю, завершает свою речь. Итак, да, Штатского закончится, сейчас я отведу. И тогда мой поэтический экспонт за мыс Елизаветы, и опять тогда выберетесь. Отлично. И сейчас Вэм отправил наших прекрасных Дед Морозов и Снегурочку в волшебную комнату, где они преобразятся. Я, знаете, я просто всегда мечтал, как это сделать. Волшебная комната? Я мечтал сделать, как это сделать. Шоу, Москва! И мы даем слово Андрею Королеву, который скажет. Да, Андрей Королев. Спасибо. Слушай, а может мы уже со всеми попрощаемся и пойдем за Снегурочкой? Нет? Нет, 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 нет. Стойте, стойте. Куда вы? Пошли. Такие интересные. Пошли куда-то. Спасибо. Друзья мои. Ну вот я надеюсь, что вас, наши будущие, прекрасно извлекли сегодня вечером. И это немножечко стало для вас началом тех странных, невероятно растратных дней новогодних, да? когда вы вынуждены покупать кучу подарков, дарить их кому-то и так далее. В общем, все это ужасно, конечно. Я ужасно не люблю выбирать подарки, дарить их люблю. Когда мне приносят подарки, я обычно его передариваю сразу, и вот такое ощущение, что я такой молодец, и все хорошо, и все счастливы. А вот выбирать подарки, ходить по магазинам – ужасная вообще совершенно история. Я на самом деле сегодня писал такую новогоднюю песню. «Ядущие уже падают». «Нифига, мы стоим». На самом деле, когда мы впервые задавали такой «Капустник» в Булгакове с клубами года четыре назад, я даже написал целую стихотворную пьезу. Но сегодня меня хватило всего лишь на один стишок. Простите за мой вокал, я не певец, я всего лишь тексты умею иногда произносить. Но вот это написано, правда, сегодня и к сегодняшнему вечеру. Не помню, на чём музыку, музыку, по-моему, Шостакович написал. Горят огни на ёлочке, горят огни сигнальные. Идёт ёж по иголочке, несёт шары хрустальные. Висят на ветках кролики, висят, ушами шевелят. А наши алкоголики под ёлочкой редко лежат. А молодые белочки в еловых лапах прячутся. А молодые девочки с мальчишками куражутся. Горят огни на ёлочке, зелёные и красные. Стоят часы на полочке, всегда такие разные. А волки зубы в острые под ёлкой водят хоровод. Глаза такие грозные, зато улыбка во весь рот. И Дед Мороз податенький идёт с мешком подарочков. Мешок такой квадратненький, как будто в нём ангельский шкаф. А рыжая снегурочка, смотри какая цыпочка. А в прочем вся натурочка в волошинской футболочке. Я забрала, например, микрофон, всё станет по-прежнему. Ты сказал всем спасибо, нет? Он ещё скажет всем спасибо. Дед Мороз, снегурочка. Но не хватает третьего. Не хватает оленя. Константин, не готовы? Оленя в студию! Кто не желает быть оленем? Владимир? Нет. А ну да. Алинию, кто не следил издательства, сомневая литература? Взяв, а есть мужчина, который готов отнестись к себе с юмором. Не, 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 я уже мы с тобой уже до этого пели. Саша, ты же готов отнестись к себе с юмором? Это звучит как угроза. Я так солей. Я так солей. Так, так, и Андрей Коробин, завершающим словом. Янбек Солинь сейчас придёт к нам самостоятельно. Вот смотрите, он уже поднимается. Я сейчас помогу. Значит, друзья мои. Я хочу сказать невероятное спасибо разным нашим прекрасным друзьям вакуров. Я уверен, что Дмитрий Касин остается в таком времени сейчас скажет что-нибудь о янках с оленями. Дмитрий Касин. Друзья мои, с наступающим. Они прекрасны, вы прекрасны, жизнь прекрасна. Ура! Ну что, на самом деле для того, чтобы совершить наши сегодняшние безумные оленьки Деда Морозова, Снегурочкова, Сулисова, Баранова, Коробина представление, Необходимо сказать спасибо. Спасибо всем, кто сидит в первом ряду. Спасибо всем, кто сидит во втором ряду. Вы хлопали. Спасибо всем, кто сидит в третьем ряду. В третьем ряду. Спасибо всем, кто сидит в четвертом ряду. У нас всего сколько рядов, Ксения, не помнишь? Двенадцать. Двенадцать. А, тринадцать? Значит, в Булгарске. Да, не знаю, это в Булгарске. Двенадцать рядов всего лишь. Вот, не переживайте. Короче, всем спасибо. Спасибо 13 рядов, давайте прохлопаем. Отдельное спасибо, необходимо сказать нашим друзьям, партнерам, всяческим любовникам, я не знаю, там, мужьям и женам. Да, мужьям и женам. Мужьям и женам. За то, что они нас терпят весь год и так далее, и так далее. Отдельное спасибо хочу сказать Наталье Скляровой и Николаю Голубеву, собственно говоря, которые построили этот театр прекрасным людям, благодаря которым мы здесь живем. Ура! Итак, я вас люблю. Отдельное спасибо Ксении Горжиной, которая терпит нас здесь, независимо от чего, хотя, знаешь, Руси не мог лучше, чем я. Мы проверяли. Ксюша, спасибо. Спасибо огромное. Кому еще жизнь? Все. Нет, 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 у меня просто... Нет, нет, да. Значит, спасибо огромное Евгению Сулису. Евгений Сулис – это человек, пароход, который просто идет и пробивает дорогу всему живому. Огромное спасибо Евгению Баграмову, Евгению Баграмову. Евгений Сулис – это совсем другая парусная история. Это совсем другая парусная история. Евгений Сулис – это совершенно фрегат. Фрегат, который идет под всеми парусами. И всем говорит, ребята, я вас так люблю, я вас так люблю, я вас так люблю, я вас так люблю. И в сей дыру вступает. Романтично. Спасибо. Олег, как больше ты говоришь, мне еще время пить оставься. Да слава богу. Пить вообще здесь нельзя, запрещено давно. Мы забители. Зрители, да. Выступающим есть 10 минут, чтобы быстро напиться. Значит так, Олег Вабинов, можно свитер забрать домой. Дорогая жена, исполняйте Анатошку, тебя здесь нет. И праздник рождения 24 сентября. Как стыкотворение. Прямая жена, Анатошка, тебя здесь нет. Друзья мои, я хочу сказать о том, что Новый год – это праздник подарков. Каждый из вас – это подарок. Каждый, кто пришел сегодня для нас. Это невероятный подарок. И это надежда на то, что мы вообще не зря здесь танцуем, например. Я-то не танцую. Это вот пацаны танцуют. Ну, в общем, да. На самом деле, значит, мы не зря танцуем. Вот. И нет, собственно, знаете, меня забрать. Телефон не хочу. Он и так висит же на арене. А я вообще ничем не танцую. Хорошо, тогда я скажу важную информацию, а дальше я говорю про то. Ну, давай. В десять часов мы все должны покинуть Булгаковский дом. В десять отключат нефть, газ и свет. В полной сети у нас сорок минут есть. Выпить и досушить Андрея. Простя, Андрей, тебе слово. Раз, 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 раз. Ксения, включи меня. Раз, раз. Она, Ксения, меня уже отключила. Я тоже тебя люблю, дорогая Ксения. Значит так, ребята. Булгаковский дом продолжает жить своей активной, насыщенной жизнью. Каждую среду, начиная с 16 января, мы с вами. Возвращайтесь всегда. И еще один важный момент. Булгаковский дом в моем лице принимает любые новые идеи и проекты. Я жду предложения идеи. Все классные, офигительные идеи будут реализованы здесь. Благодаря вам, для вас и с вами, с вашим участием. Спасибо, ребята. Я вас ужасно люблю. Вы самые лучшие в мире. Снова.